Заболачивание озера лесное, большое количество водорослей. Все это последствия аномальной жары, из-за чего водоем засыхает. Его обмеление заметили и челнинцы, которые часто приходят сюда, чтобы полюбоваться природой. Обмелело озеро уточкам плохо, андатрам тоже плохо. Все озеро затянуто ряской, тиной. Ну, слава богу, уточки пока плавают, андаторы тоже. Дай бог, чтобы чистка данного карьеры не повлияла на проживание здесь данного вида животных. Андаторы, утки, рыбы, лягушки еще водятся в этом водоеме. А вот бобры решили покинуть эти края еще несколько лет назад. С каждым годом озеро уменьшается в размерах. Но в этом из-за сильной жары процесс ускорился. Зима в этом году не была снежной, поэтому водоем не получил дополнительного наполнения. До этого родники довольно мощно питали это озеро. И примерно где-то, я думаю, что литров 60 в минуту, даже больше, наверное, литров 100 в минуту вытекало с озера воды. То есть слабо проточное все-таки обеспечивалось озеро. Сейчас уровень воды упал, труба уже выше становится, а с озера ничего не вытекает. Из-за чего водоемы начинают мелеть. Более бурно прорастают водоросли, так как вода стоячая. Не просто в такую жару приходится и обитателям озера, да и кормовой базы не так много. Биологи советуют, чтобы диким животным и птицам, которые обитают на озере в парке Прибрежной, было легче пережить засухую и жаркую погоду, лучше их вообще не кормить хлебом. Андаторы предпочитают фрукты, овощи, вареное, несоленое мясо. А уток вообще лучше кормить, конечно, зерновыми культурами. А также биологи не рекомендуют подходить близко к андаторам. Все-таки они дикие и легко могут укусить. Эльмира Гайниудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челнэ ТВ.